6 часов. Дневная смена заканчивается. Но установка предохранительной заглушки не закончена. Работу откладывают до утра. Ничего страшного. Насос, к которому она подсоединена, отключен. В ночную смену на станции работает 62 человека. Остальные 164 свободны. Они едят, расслабляются или спят в жилом отсеке. 9.45 вечера. Внезапно рабочий ритм прерывает сигнал тревоги. Звуковой сигнал привлекает внимание. На световом табло пульсирует надпись «Нарушен режим конденсатного насоса». Конденсатом называют сжиженный нефтяной газ. Это летучее вещество, которое легко воспламеняется. Насос перекачивает его под давлением 75 атмосфер, что в 45 раз выше давления в автомобильном колесе. Насос отключился. Но пока это не вызывает беспокойства. В моей практике уже бывали случаи, когда отключался конденсатный насос. Может быть, 20, 30, 100 или 200 раз. На это следует обратить внимание, но это никогда не было большой проблемой. Старший оператор Боб Вернон спустился к насосу. Это на 9 метров ниже пульта управления. Надо поскорее снова запустить насос. Но рабочие никак не могут его включить. Примерно через полчаса, когда накопитель заполнится конденсатом, система безопасности отключит всю установку. Тогда платформа может остаться без электроэнергии. Но самое страшное – приостановится производство нефти. Команда делает все, чтобы не допустить этого. Напряжение растет. Дело принимает все более нежелательный оборот. Незначительная проблема теперь растет, как снежный ком. В таких случаях включают второй насос, но сегодня он на техобслуживании. Если удастся его включить, проблема будет решена. Вернон проверяет разрешение на техобслуживание и убеждается, что работа еще не начиналась. Тогда старший оператор дает указание вернуть насос на эксплуатацию. 9.55 вечера. Ситуацию усугубляет новая проблема. Сигнал тревоги предупреждает об утечке газа на палубе, находящейся над насосом. Болланд сообщает об этом члену команды, который находится внизу у сломанного насоса. Ситуация быстро ухудшается. За короткое время Болланд получает еще несколько сигналов о других утечках газа. Назревает серьезная опасность. К тому же мы получили сигнал химической тревоги. Это очень опасно. 10 часов. Капитан Майкл Клэрк находится на борту ремонтного судна «Шотландский рыцарь», стоящего на якоре в 25 метрах от станции Альфа. Внезапно он увидел взрыв, вспышку голубого пламени под нижней платформой. В этот момент Боб Баллантайн шел с чашкой чая к своей кровати. От мощного взрыва платформа даже подпрыгнула, как будто ее приподняла над Северным морем. Срабатывают автоматические заслонки главной нефтяной и газовой линий. Электрогенераторы отключаются. Но аварийная панель вышла из строя, и сигналы тревоги не поддаются. Жуткая тишина воцарилась на обычно шумной платформе. 10.05. На этих любительских кадрах, снятых с соседнего судна, станции Альфа сразу после взрыва. На платформе Джефф Боллантс и 20 его коллег оказались в огненно-дымном плену. Они попали в огненную ловушку на высоте 29 метров над водой. Идти некуда, только вниз. Один из парней нашел веревку, привязал ее к перилам, и мы стали по ней спускаться. Они спустились на нижнюю палубу и с 6 метров над водой прыгнули в море. Рядом с установкой всегда находится спасательная шлюпка. В тот вечер здесь были и другие суда. Все они отправляют шлюпки, чтобы спасти людей. Через 5 минут Джефф и его коллег вытащили из воды. Им удалось спастись. 10.20 Станцию Альфа сотрясает второй мощный взрыв, зафиксированный видеокамерой. Значительная часть вышки охвачена пламенем. Боллантс видит это из спасательной шлюпки. Было жарко, хотя мы находились в 90 метрах от платформы. Это было как фильм про катастрофу. Около 100 человек собрались в столовой. Это один из пунктов сбора в случае аварии, потому что рядом вертолетная площадка. Но они не знают, что вертолетная площадка тоже охвачена пламенем. Вертолет не сможет им помочь. 10.50. Прогремел еще один взрыв. Обломки платформы разлетелись на 800 метров. Даже суда, находящиеся в полутора километрах, ощутили вибрацию. Огненный шар обрушился на шлюпку Иэна Лессома. Нет больше ни шлюпки, ни его коллег, ни тех шестерых, которых они спасли. Сам Иэн плывет к опоре платформы, по которой кто-то спускается. Я подплыл к опоре с одной стороны, а этот Боб Балентайн был на другой. Иэн был внизу, и я буквально втянул его на платформу, чтобы рядом кто-то был. Мне это было необходимо. Иэн и Боб держались за конструкцию. Платформа дрожала от пожирающего ее огня. Конструкция сотрясалась от взрывов, опора была мощной. Мы висели на ней, а она становилась все горячее. Мне уже жгло уши. Иэн и Боб спрыгнули в воду. Из последних сил они плыли к ближайшему судну, и матросы их вытащили. Они были все в ожогах. 11.20. Еще один взрыв сотрясает платформу. Альфа в предсмертной агонии. Рухнул один из кранов. Потом буровая вышка. Вся платформа накренилась. Жилой отсек, где рабочие в столовой ждут помощи, накренился, рухнул вниз и исчез в морских волнах. Людей уже не спасти. Они покоятся в Северном море. 12.45. Станция Альфа перестала существовать. От нее остался лишь маленький фрагмент, часть модуля А. На станции Альфа работали 226 человек. 167 из них, включая двух спасателей, погибли. Трагедия всех застала врасплох. Компания Норд Си Оил – гордость Британии. Она приносит стране огромные доходы. До сих пор не погибала ни одна морская платформа в мире. Теперь нефтяники узнали о новой угрозе.